Ооо, ну это уже вторая деревня новая, за эту серию капец, что-то мне только на деревне и прёт, я хотел найти какую-нибудь пустыню и найти там монумент, но походу сегодня у нас чисто деревниевая серия. Йоу, ребят, всем привет, с вами я, Лунибой, добро пожаловать в новую серию выживания Локи Крафта, и сегодня мы с вами будем в грибокоровном скине мастера, вот, предложил мне его вроде как Милка-Пилка, наверное, предложила, скорее всего, это была девочка, и да, в начале серии я бы хотел вам рассказать, что есть хорошие новости, есть плохие новости, и плохие новости увидите прямо сейчас. Да, меня взорвал крипер, но я выжил, конечно, но не выжил мой забор, если помните, в прошлой серии вот здесь бегал как бы, суетился, и досуетился до того, что разломал мне половину забора, который сейчас мне придётся, скорее всего, брать и восстанавливать своими лапками. Так что давай сразу это заделаем, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так сделаем для начала. Думаю, сойдёт, о, свиньяк там забежала. Короче, полностью заделывать эту дыру не будем, потому что мне сегодня в этой серии ещё везти грибных коров сюда к нам в поселение, потому что вы мне написали, что их оказывается, можно привезти с помощью пшеницы, а я этого не знал. Так что, да, спасибо вам, в этой серии мы повезём сюда коров. Теперь давайте вернёмся к хорошим новостям, у нас два новых человечка появилось, ай, два новых человечка появилось на нашем стенде, поэтому сейчас я вам их покажу. Почему новости хорошие, потому что теперь я буду подписывать, что именно предложил этот человек. Самураи 87 у нас предложил назвать коняшку нашу Луни, Милка-Пилка предложила взять вот этот вот скин, в котором мы сегодня с вами путешествуем. Вот он, кстати говоря, вот так он выглядит, очень прикольный, очень классный, мне нравится, спасибо за такую рекомендацию. Вот, пишите ваши комментарии тоже, какой скин следующий хотите, пока что по поводу имён ничего мне придумывать не надо, если бы была возможность, я бы, конечно, попросил вас придумать имя жителю, но, наверное, и без этого пока обойдёмся. Опять житель какой-то сбежал и хочет забраться к нам на деревню обратно сюда. Так, а может вот так пройдёшь? Слушай, мне кажется, тебе лучше вот сюда... Ой, блин, упал из-за тебя. Дурацкий житель, мне кажется, тебе лучше вот сюда вбок и зайти туда. Вот так вот здорово. Всё, закрываем поселение наше и побежали к коровам. В этой серии надо будет привезти их к нам обратно сюда, в деревню, чтобы они тут бегали и не диспавнились, самое главное. Единственное, не знаю, как сделать так, чтобы они не диспавнились. А, погоди, мне пшеница нужна, чтобы я мог это сделать. Давай сразу покушаем. Так, вкусненькая корова. Поделись мне, пожалуйста, своим чудесным грибным супом. Пасибочки. Сейчас я за тобой вернусь, главное, никуда не уходи. А ты не сможешь на самом деле. Даже если очень сильно постарается эта корова, она от нас не сбежит. Так, всё, побежали, побежали, побежали. На сатики, надеюсь, вы не выбегаете из деревни. Так, ну куда ты пошёл? Вот ты мерзавец, конечно. Я, блин, для тебя тут проход делал, что ли? Ах ты, сволочуга маленькая такая. Ну, уже не маленькая, уже взрослая, так что да. Вот здесь надо заделать проходик, здесь поставить блок. Так, на сатик ты вернуться хочешь? Давай я тебе сделаю проход, и ты вернёшься. Ой, какой ты хотел сказать умный, но чё-то передумал я. Он застрял в заборе. Так, дружище, прекрати крутиться, прекрати крутиться. Сейчас голова закружится, и ты умрёшь. Всё, нормально. Видолага. Что не так с этими жителями, я не понимаю. Так, давай, наверное, заделаем. Вот тут чуть-чуть проходик, чтобы они не бегали. И, думаю, достаточно. Всё, побежали за пшеницей. Да, я вспомнил, что мне нужно было. Есть у вас выращенная пшеничка? Дорогие жители, прошу, хотя бы один кусочек выращенной. О, да тут даже больше, чем один. Блин, слушай, спасибо тебе, добрый житель, который всё это для меня вырастил. Я сейчас это всё прекрасненько соберу. Так, давайте, наверное, в этой серии поиграем с вами с помощью... Сейчас скажу, 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 скажу. Разделить элементы и правления. Где же вы, где же вы? В этой серии поиграем с помощью крестика, потому как... Ну, так, чёточку приятнее смотреть, как по мне. Ну, удобнее, во всяком случае. Вот, так что... Ну, оставим пока так всё, что у нас есть. Это этот несчастный крестик пока что. Побежали сейчас за коровой. У нас и корова скоро появится. Так, давай возьмём пшеничку. Проверим, будет ли она на неё бежать. Потому что если не будет, то нафига я вообще бегу к ней с пшеницей. Так, слушай, кормить можно. И... Бежать она тоже за нами может. Ура, 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 ура. Ура, у нас будет бесконечная еда. Наконец-то. Так, жалко, жителей нельзя поманить на пшеничку. Ну, ладно. Так, если есть какой-то способ, как превратить обычную корову в грибокорову. Какое сложное слово-то. То пишите в комментариях, потому что у меня обычная корова иногда спавнится, а вот эти вот диспавнятся и больше не появляются. Мне срочно нужно найти бирки, чтобы я мог дать им название. И тогда корова не задиспавнится. И мы сможем их размножать, плодить и всё в таком роде. Так, а ты сможешь тут пройти? Секундочку. Ой, 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 ой. Я забыл, что у меня не крестик. Прости, пожалуйста. Я думал, что у меня кругляш. Я случайно тебя ткнул. Пойдём за мной. Пойдём, я тебе покажу новый чудесный мир. Блин, а вся ко мне прибежала. Пошли, давай. Давай, заходи сюда к нам. У нас тут весело, у нас тут хорошо. У нас всё как ты. Блин. Не упади. Нет. Ай, иду. Ну, не хочу обзываться. Дурацкая корова. Всё равно обзовусь. Реально же дурацкая. Зайди, говорю. Давай. Давай вместе со своей овцой. Ну-ка. Прошли, прошли, прошли. Хорошо, хорошо. Остановились. Подумали о жизни. Подумали о прекрасном мире Майнкрафта. И больше никуда не выходим. Остаёмся тут. Я побегу сейчас за другими коровами. Они вроде как ещё две. Вот тут вот где-то в лесочке бегали. Надеюсь, что они не успели задеспавниться. Опа. Одна есть. Хорошо. И ещё одна где-то здесь тоже бегала. Вон она, чуть подальше. Давай за ней. О, блин, да тут сразу три коровы. Это круто. Это здорово. Давайте, ребята, вы не диспавнили все... Сколько? Девять или десять серий у меня уже вышло. Ребята, напишите в комментах. Я не помню. Когда буду давать название этой серии, то, конечно, увижу. Но сейчас не помню, какой уже номер у меня серии. Поэтому девять серий или десять они не диспавнились. Значит, и ещё столько же продержатся. И ещё столько же не задеспавнятся. Главное, довести их до нашей деревушки. Так, погнали, погнали, погнали. Вперёд, вперёд, вперёд. За мной. Так, обычная корова ещё уплелась. Ладно, пускай. Сейчас всех сведём к нам в наше поселение. И заживём, я думаю. Будет прям здорово с таким большим количеством животных, которые будут давать мне бесконечное количество еды. И будем их размножать потом со временем. Может быть, даже какую-нибудь грибокоровную ферму построим. Если вы, конечно же, за это проголосуете в комментариях. Так, давайте, ребятки, давайте скорее, скорее, скорее. А-а-а, сейчас дверь закроется. Вы не успеете. Давайте, давайте за мной, за мной, за мной все. Ой, молодцы-то какие. Серая овца к нам ещё зашла. А, да, серая, это не здорово. Иди отсюда, потому что ты серая. Поэтому я тебя и ударил. Ой. Так, житель, не хочешь вернуться домой? Слушай, я тебе проходик сделаю. Смотри, какой классный проход. Нет? Нет, не хочешь? Он сейчас с другой стороны попытается зайти. С какой же он попытается зайти? Отсюда пытается, да? Слушай, если из-за тебя у меня сейчас убегут коровы, мне будет грустно. Вот, я тебе сделал проходик, заходи. Заходи, братишка. Давай, давай, мы всем рады. Я рад, что вы возвращаетесь. Я же, я же стараюсь ради вас. Я вам столько ферм построил. Я сделал вам колодец. Я скоро начну строить вам дома. Вы вообще офигенно тут заживёте, ребята. Вы, вы даже не поверите, как классно тут вам скоро будет. Так, мне срочно нужно добыть один блок и выставить его сюда. Так, паркур, паркур. Не допрыгнул. Ага, ладно. Так, вы этого не видели, если что. Блин, ещё эту дыру надо заделать. Смотри, какая тут дырень образовалась из-за крипера. Капец, конечно. Бомбанул он знатно. Благо, что здесь стоял забор, и я был, получается, за забором, поэтому не полный урон по мне прошёлся, а лишь половина, и я не умер. А так, конечно, это могло всё очень плохо закончиться для меня. Я рад, что я смог это пережить. Вот. Так что впредь, наверное, будем чуть поаккуратнее. О, наконец-таки топорчик сломался. Здорово. Ну, железо мы переплавили всё, поэтому это не проблема. Сейчас новенький скоро скрафтим. Так, давай дорубим уже это дерево. Хорошо. И в этой серии я бы ещё хотел отправиться в путешествие. Наверное, я сейчас поставлю мирную сложность, чтобы у меня не было проблем с голодом, потому как, ну, я вообще не подготовил себе еды. Я, 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 ну, признаюсь. Я хотел бы отнять у жителей их еду, но, но тогда они точно начнут от меня убегать, и я не хотел бы, чтобы это происходило, поэтому давай мы ставим с тобой сейчас мирную сложность. Так, сбегаем, накрафтим сейчас всё необходимое. Погоди, я забыл кое-что сделать. Так, 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 последний штрих. Бум. Красота, красота. Я считаю, что вот эта часть деревни у нас практически закончена. Вот здесь добавлю немножко земли, построю ещё какой-нибудь один грибной домик, и будет великолепно здесь просто. О-о-о, теперь их два, ребята. Ну, вы не собрали тысячу лайков на прошлом ролике, но если на этом соберёте хотя бы 50 лайков, то я спасу одного из них. Ха-ха-ха. На ваш выбор. Спасём либо кузнеца, либо обычного бездомыша. Ха-ха-ха. Ой, придурки, ну чё вы? Ну вот серьёзно, зачем вы сюда прыгаете? Что вам не имётся? Ха-ха-ха. Ой, блин, забавно, забавно, конечно. Да, такими темпами у нас всё поселение скоро будет в этой луже, и скоро всех их придётся доставать оттуда. Так, всё, побежали домой. Сейчас я, наверное, наберу всё необходимое для путешествия и сбегаю уже в какую-нибудь из сторон, поищу пустынные крепости, пустыни и всё в таком роде. Кстати, а можем мы скрафтить? Мне нужен компас. Мне нужен компас, чтобы я не потерялся. У меня вроде было где-то золото, и у меня есть редстоун. Так, золото надо переплавить. Это важный инструмент, потому что если я сейчас убегу далеко, я могу потеряться и не найти свою деревню. Поэтому давай мы поставим золото на переплавку. Я не помню, сколько там требуется редстоуна и сколько требуется золота на всё наше вот это вот дело. Но ничего, посмотрим. Там, думаю, не особо много всего требуется. Так, пшеничку скинем. Чё ещё скинем? Костную муку скинем. Мне ещё скелетов по-хорошему надо будет в этом путешествии поубивать. Но так как я на мирной сложности играю, это будет невозможно. Вот. Ну ладно, не хочу. Просто, ну правда, с едой проблемы. Не хочу её готовить. Я всё-таки вроде договаривался с вами, что в этом уживании буду есть только грибные супы. А если брать только грибные супы в инвентарь, то он быстро забьётся. Я не хочу, чтобы он забивался. Так, смотрим, что мне нужно для... Для-для-для часиков. Так, четыре железка и один редстоунчик. Здорово. Слушай, ровно четыре у меня железка... Ой, железка. Золото ровно четыре у меня накрафтилось. И теперь мы... Стой! Это же часы! Я нам... Да как я мог... Ладно, господь просто. Ну зато часы показывают, что время ночи. А то я и так не видел. Ой, боже. Да. Круто. Круто получилось. Взял, скрафтил себе часы. О, зачем я их выплюнул? Ну-ка подними обратно. Что-то у меня забагала кнопочка, и он начал их выплевывать автоматически. Так, давай ещё раз проверим. Часы это то, что мне не нужно. Мне нужны... Как они зовутся-то? Компас. Компас, вот он. Здесь железо нужно. Слушай, вот это я дубина, конечно. Но железо у меня есть, благо. Два кусочка тут. Может быть ещё здесь. О, здесь шесть кусочков. Хорошо. И давай попытка номер два. Делаем компас. Да. Теперь-то всё правильно. Теперь-то всё так, как надо. Так, давай скидываем всё, что не нужно нам. Скинем часики. Я и так понимаю, какое сейчас время. Так, морковку всё оставим. Цветочки надо выкинуть. У меня, кстати, железная броня есть. Вау. Вау. Я, получается, могу своего коника по кличке Луни надеть. Сразу приукрасить. Но, конечно, для этого седло понадобится ещё. Но окей. Сделаем это как-нибудь попозже. Так, давай всё правильно в инвентаре разложим. Здесь это. Здесь меч, которым я, скорее всего, не буду пользоваться. Лопату, которую я, скорее всего, добью. Так, что-что-что ещё. Компас поставим сюда. Интересно, куда показывает компас? Компас показывает на спаунпоинт, судя по всему. Но спаунпоинт у нас недалеко. Меня просил один из подписчиков показать его. Ну, потому что не все знают, что у меня сед генерации 1.754. Сейчас ещё раз покажу. Вот. Если что, ключ генерации 1.754. А то до сих пор спрашивают, что у меня за сед. И вы спавнитесь вон за тем лесочком. И вам просто надо добежать до грибов сюда. В эту деревню. И восстановить её. Потому что она в ужасном состоянии будет. Боже. Я реально, я только что вспомнил, в каком состоянии она была, когда я только-только сюда пришёл. Такая ужасная генерация. Такие ужасные жители здесь были. Это капец. Сейчас ты, конечно, смотри, как мы развились. У нас просто дофигища жителей. Дофигища големов. В три штуки вроде как их где-то бегают, да. Сейчас почти что не вижу. Их почему-то задиспомнились, наверное. Так, го, пшеничку чуть-чуть соберём. Так, мне нужна пшеница. Спасибо, жители. Благодарю. И ещё пшеничку одну. Хорошо, спасибо. Го. Двух коровушек покормим. И отправимся уже в путешествие. Так, кормить тебя. И кормить тебя. Да. Спасибо, подписчики, кто писали мне, что коров можно сношать пшеницей. Вы мне очень-очень помогли. Вот. Можете назвать как-то этого коровёнка в комментариях. Лучший комментарий попадёт на доску. Вот. Всё как обычно. Ладно, побегу вон в ту сторону сейчас. Поищу пустыни. И вернусь к вам, когда хоть что-нибудь найду в этой серии. Такс-такс-такс. На горизонте у нас новая деревня. Бежал я вон с той стороны. То есть там моя грибная деревня. Пробежал примерно океан. И где-то один биомчик. Давайте сейчас посмотрим, что в этой деревне вообще имеется. Пока что я вижу, вижу, вижу целую кучу домов. Жители здесь есть. Деревня не заброшена. У них есть библиотека. Блин. Так. Извините, пожалуйста, дорогие жители. Но я вас грабану. Мне очень сильно нужны книги. Поэтому, извиняйте, таков путь. Я заберу все ваши книжные полки. И если у вас есть целая куча всяких разных ингредиентов, инструментов, я тоже их позабираю, скорее всего. Ибо в этой деревне я все равно выживать не буду. Она достаточно далеко находится от моей деревни. Поэтому можем ее разграбить. Собственно, да. Мы злые. Мы злые, ребята. Немного злые. Так, заберем у них пшеничку. Ну, чуть-чуть им, конечно, пооставляем. Можете за них не переживать так сильно. Если что, они сами все засадят. Так, там пшеница никакая не выросла. Генерация очень интересная, конечно. Посмотри, просто дом в скале. Так, это обычный домик. Гой еще поищем. Может, кузница здесь есть какая-нибудь. Или... Так, ну, еще от одного дома... Как он называется? Дома-библиотекаря я бы не отказался, конечно. О, да тут их два, реально! Офигеть! Так, вскапываем. Минус дверь сейчас будет, конечно. Ну, ладно, соберем и дверку. Надо было все-таки скрафтить топор перед тем, как пойти в это выживание, в это приключение, в это путешествие. Но, ладно, без топора тоже сойдет. Нормальненько получается пока что. Мы уже, кстати, практически полстака книг добыли. Очень здорово. Я прям рад, что мне встретилась эта деревня с таким большим количеством библиотек. Так, давай добудем еще чуть-чуть. Все, мне, по сути дела, хватает и на стол зачарования. Мне хватает и на... Что я еще хотел скрафтить себе? На книжные полки тоже мне хватит, в принципе. Так, ну, на садике здесь тоже, смотри, разбегаются. Тоже в отшельников превращаются почему-то, не знаю. Что-то это, видимо, у них в поведении заложено, убегать из деревни. Погнали, может, кузницу здесь подыщем. Может, найдем ее все-таки хотя бы где-нибудь? Где-нибудь, где-нибудь? Нету. Да, здесь сломанные двери, видимо, зомби ломились. О, выращенная пшенечка. Это мне надо. Спасибо, спасибо. Извините, пожалуйста, что ворую у вас, но вы сами все засадите. У вас есть навыки, вы опытные ребята. Вы можете выживать даже в случае того, что на вас нападает целая орда зомби. Вот, не знаю. Поблагодарить вас, конечно, ничем не могу. Наверное, побегу дальше. Слушай, все, реально, нету ни кузницы, ничего больше. Зато два дома библиотекаря, это очень здорово. Буду сейчас бежать дальше вперед, а потом начну возвращаться, если ничего не найду. В общем, да, все, побежали. О, ну, это уже вторая деревня новая. За эту серию капец, что-то мне только на деревне и прет. Я хотел найти какую-нибудь пустыню и найти там монумент, но, походу, сегодня у нас чисто деревниевая серия получается, да? Да, деревня-то какая-то беспонтовая, если честно. Есть тут хоть кузница или библиотекарский дом? А на сайте какой-то грохнулся. Слушай, очень интересная генерация. Здесь горные биомы повсюду. Убежал я еще дальше от той деревни, не знаю, на блоков так 400, если не соврать. Ой-ой-ой, эта деревня опасная какая-то, она горит. Ой-ой-ой, не хотел бы я там оказаться на месте жителей. Так, ну, кузницы нет. Библиотекарский дом хоть один будет здесь? Нет, это не библиотекарский дом. Так, как бы спрыгнуть вниз и не убиться, и не сгореть? Хороший вопрос, конечно. Ой, тут прям лава так неудачно разлилась. Ну ладно, давай спасем этих носатых. Я, конечно, не спасатель, но... Ать! Блок могу вот тут поставить, закупорить эту лаву. Надеюсь, сейчас она пропадет. Тут все догорит со временем само по себе. И носатики будут жить, у них хоть что-то останется. Не уверен, конечно, что что-то останется у них тут. Скорее всего, все нафиг сгорит. Так, давай аккуратненько спустимся. Так, о, редиска у них растет. Слушай, давай редиску возьмем. У нас вроде ее нету. Так, смотрим дальше, что за постройки. Тут у них еще обычные дома. Фермерский домик один есть. И обычные землянки. О, какой красивый белый конь. Вау! Я так хочу тебя домой к себе. Блин, он еще и быстрый достаточно. Но я не нашел еще ни одного седла за это выживание. Абсолютно ни одного не нашел. Блин, я так хочу тебя к себе. Почему нельзя тебя забрать, дружище? Все, он приручился. Блин, такой классный. Да ладно, хорошо. Я, 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 я когда-нибудь к тебе вернусь. Ну, это не точно, да. Мне понадобится пройти миллионы блоков. И не факт, что ты не задиспавнишься, когда я к тебе вернусь. Ой. Ну, что-то, что-то не прет мне, конечно, на монументы. Не прет мне на сундучки. Скорее всего, придется мне, как оно называется, делать портал в ад. Да. Ходить копать обсидиан. И с помощью этого обсидиана отправляться в адскую крепость. И там уже лутать сундуки. Там я стопудово смогу найти и седла, и, скорее всего, поводки тоже там будут. Вот. Блин, какие красивые лошадки. Смотри. Вау. Такие красавцы. С пятнышками есть коричневые, есть серые, есть белые. Блин. Жалко, жалко нету седел у меня. Блин. Ладно. И мне Луни не простит, если я вернусь в деревню с другой лошадью. Так что не будем, скорее всего, на этом всем заострять внимание. Блин, их так много здесь спавнится. Смотри, еще две лошадки вдали. Овцы, свиньи, цветочки. Блин. Ааа. Я так в восторге от этого всего. Единственное, с чего я не в восторге, что все-таки придется крафтить портал в ад. И придется все-таки как-то возвращаться домой сейчас. Без какого-либо-то улова. Все, что мы добыли, это одну дверь, 42 книги, две свеклы. Здорово вообще получилось. Немножко пшенички, 13 штук буквально. Ну, такое себе, такое себе, конечно. Путешествие. Надо будет как-то в другую сторону сбегать в следующий раз. В этой стороне будем знать, что только деревни находятся и пустыни нету. Вот. Да, все. На этом закончу эту серию, ребята. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Пишите комментарии. Если досмотрели момент вот этот вот, смотрите прямо сейчас, то напишите в комменты лошадка. Ну, если до конца досмотрели, конечно. Вот. Это будет наше секретное слово. О нем будут знать только те люди, которые досматривают видосы до конца. В общем-то, все. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока.